Саженцы, лопаты, ведра с водой. Так мало надо для того, чтобы начать великое дело. Активисты акции Алмакала вновь закупили саженцы яблони Сиверса. И теперь любой желающий может посадить свое дерево, сладкие плоды которого будут радовать через какие-то несколько лет. Причем есть яблоки, выросшие в городе, можно без всякого опасения. Я сам был так же скептично настроен сначала, думая о том, что, наверное, потому что яблони, которые выросли в неблагоприятной экологической обстановке, коей и является любой город, что наверняка они вбирают в себя эти вредные вещества. Я пошел к ученым задать им вопрос, насколько могут быть вредными яблоки, которые выросли в городе. И каково же было мое удивление, когда они сказали, что яблоки не абсорбируют в себя вредные вещества. Такими свойствами наделила яблоню природа. То есть от периода цветения до созревания плода полная защита плода. Яблоки всегда были визитной карточкой Алма-Аты. В советские годы на территории города и Алма-Атинской области насчитывалось более трех миллионов деревьев Апорта. Сегодня мегаполис уже не может похвастать былым природным богатством. В предгорьях Зайлийского лота уничтожено до 70% лесов яблонь Сиверса. А между тем ученые доказали, что именно эта дикая яблонька является прародительницей всех других сортов. В том числе и знаменитого Алма-Атинского Апорта. Прекрасно знаю эти яблоки. Они на территории ВДНХ селекционировались. И там целые опытные поля были. Вот мы хотим именно возродить это. Чтобы люди, гуляя по паркам, гуляя по таким зонам отдыха, видели наши плоды, видели эти яблоки, пробовали их, вкушали их. И через это, я думаю, мы поднимем чувство ответственности наших алматинцев. И в дальнейшем мы будем высаживать больше и больше, именно чтобы возродить наш знаменитый Алматинский Апорт. В дни празднования Наурыза в парках Житесуского района было высажено 150 саженцев яблони Сиверса. Их борцы за экологию закупают в питомниках и бесплатно раздают всем желающим приобщиться к благому делу. Ежегодно активисты акции высаживают до тысячи молодых саженцев. Кто, как не мы, будет возрождать наши яблони? Это, я думаю, касается каждого алматинца, неравнодушного к судьбе города. За время существования акции Алмакала высажены тысячи саженцев и радует то, что на наш клич отвлекаются многие люди. Это и пенсионеры, и молодежь, и школьники. Все дружно выходят на посадку деревьев. А вместе, как известно, любая работа спорится. Отцом яблок в Казахстане называют академика Аймака Джангалиева. Всю свою жизнь он посвятил изучению и сохранению яблони Сиверса. Ведь именно она может спасти от исчезновения целые сорта и излечить от воздействия химикатов. Сама яблонька неприхотлива и устойчива к различным заболеваниям. Последний сорт, выведенный на основе яблони Сиверса, профессор Джангалиев назвал Катрин. В честь французского режиссера Катрин Пекс, снявший фильм о прародительнице яблок.